Заложены нос, приступы чихания и сыпь на теле. Как жить с аллергией? И почему? У одних она возникает, а у других нет. Вообще аллергия – это защитная реакция. Она должна у нас у всех быть. Но в некоторых ситуациях этот механизм срабатывает избыточной. Бьют точно в цель. Как лечат сегодня тяжелые формы аллергии таргетными препаратами? И что такое асид-терапия? Это называется еще аллерговакцинация. Еще доктора для длительных отношений. Почему казахстанцы часто занимаются самолечением? Вы когда обращаетесь к врачам, они настолько некомпетентны. Это убивает, это убивает. И приходится искать врачей, которые на анализы посмотрят. Наболевшая профессия. Почему дефицит аллергологов и иммунологов в Казахстане усиливается? Это жизнь. К сожалению, жизнь они находят там, где больше зарплата. Идут в частные структуры, еще не созрев, хорошими врачами. Я не против частных структур, но в частных структурах оседают не самые лучшие врачи. Вы смотрите программу «Медицина Киезет». Меня зовут Вера Захарчук. Мы здесь, как всегда, говорим честно о самом главном. Здравствуйте. Аллергия. Пандемия 21 века. Заложенный нос, приступы чихания, высыпания на кожу, зуты, слезотечения. Сегодня такие симптомы доставляют дискомфорт третье населения планеты. А к 2025 году прогнозируют ВОЗ. От этого недуга будет страдать уже каждый второй человек в мире. Вообще аллергия – это защитная реакция. Она должна у нас у всех быть. Но в некоторых ситуациях этот механизм срабатывает избыточно. И тогда человек имеет уже проблемы с этими реакциями. Аллергия – это патологическая реакция иммунной системы на безвредное для большинства людей вещество аллерген. В плазме крови человека есть специальные белки, антитела. Они предназначены для нейтрализации токсичных веществ и микроорганизмов, например, вирусов, бактерий, грибков, паразитов. Главный виновник аллергической реакции – это антитела под названием иммуноглобулины Е. Они распознают аллерген как вредное вещество, даже если он таковым не является. Но аллергия – это процесс всего организма. Нет изолированных только дыхательных путей. Занимает очень большую роль кожа. Атопический дерматит – это самое раннее проявление аллергии. Все педиатры говорят эксудативно-катаральный диатез, эксудативно-катаральный диатез. А из них 90% – это атопический дерматит. И это одна из больших проблем. Она сейчас занимает в детской аллергологии превышение респираторных заболеваний. И сейчас, к сожалению, весь мир озабочен тем, что растут тяжелые формы аллергических заболеваний. В Казахстане стали чаще страдать аллергии дети. 100 случаев на 100 тысяч населения. В глобальном смысле виновата экология, говорят ученые. Но науке только предстоит узнать, почему у одних людей возникают аллергические заболевания, а у других нет. Провоцировать же их могут многие факторы. От нарушений в микрофлоре кишечника до генетической предрасположенности. Аллергические заболевания все генетически обусловлены. То есть генетика играет 90%. Есть предрасположенность к особым антителам, которые отвечают за аллергию. Вот, например, если здоровый пациент, и мы у него определяем уровень иммуноглобулина. И если это мы будем делать при нашей возможности в детском возрасте, возьмем, ну, допустим, детское население Казахстана, возьмем на это исследование и выявим, что у 50% населения имеется повышенный ИГЕ, то мы уже сделали шаг к ранней диагностике. То есть это очень важно. Среди вероятных причин растущего числа аллергии ученые называют и широкое использование антибиотиков, и степень загрязненности окружающей среды. Поэтому если вы хронический аллергик и тяжело переносите это заболевание, то вам лучше жить в деревне, где экология получше, да и еда попроще, больше натуральных продуктов. Финансово обеспеченные люди больше страдают аллергией, нежели люди, которые имеют меньшие возможности для приобретения дорогостоящих продуктов, потому что те продукты к нам приходят с моря консервантов, стабилизаторов для длительного хранения. Аллергия – цена цивилизации. Одна из теорий возникновения болезни называется гигиенической. В современном мире все стерильно. Мы почти не сталкиваемся с микробами. С детства люди живут в комфорте, поэтому иммунитет развивается неправильно. Считается, что в Африке, например, и вообще в малообеспеченных странах аллергических болезней меньше, потому что там больше инфекционных заболеваний. Дети сейчас стали реже заражаться бактериальными инфекциями, в их организме меньше вредных микробов и паразитов. Как следствие, иммунная система теряет способность отличать опасные вещества от безопасных. Из-за этого и начинает бурно реагировать на последние. На самом деле так и есть. Почему маленькие дети болеют часто, да? Да. Это знакомство иммунной системы с внешним миром. И это нормальное состояние, если оно, конечно, не переходит в какие-то тяжелые осложнения. Поэтому должно быть все разумно. Если родился ребенок в семье у родителей, имеющих аллергии, у асумы, попытка избавить его от контакта с аллергенами может действительно перейти в патологическое желание все держать в идеальной чистоте. И в таких условиях вырастает ребенок, который не успевает познакомиться с внешним миром. И рано или поздно все равно попадает в эту среду. И тогда организм все равно берет свое, начинает реагировать. И эти реакции очень тяжелые. Что, по вашему наблюдению, чаще всего, какие аллергены являются раздражителями? Сезон полыни, в частности, у нас, да? Он длится обычно с июля до сентября. Но есть и еще определенные разнотравия. Это довольно распространенная группа аллергенов. И вряд ли с ней можно глобально что-то решить в целом. И среди аллергенов есть еще большая группа. Это домашняя пыль. И в частности, это клещи, которые живут в домашней пыли. Если быть более точной, то их экскременты. Следующее – это животные. Шерсть животных, подживотных, перхоть животных. И практически все животные являются источниками аллергии. Поэтому у предрасположенных людей, конечно, желательно исключать контакт с данными группами аллергенов. Аллергия считается пока неизлечимой болезнью. Постараться избавиться от всех аллергенов можно. Но вот в глобальном плане-то это сделать все равно не получится. Потому современная медицина предлагает сегодня ряд препаратов, позволяющих не так бурно реагировать на эти раздражители и жить людям с аллергией и астмой любой формы нормальной полноценной жизнью. Например, вот аллергенспецифическая иммунологическая терапия АСИД справляется со многими формами аллергии. Уникальность методики в том, что в отличие от лекарственных препаратов, она не только позволяет избавиться от симптомов патологии, насморка, чихания, покраснения глаз, но и дает возможность длительной и стойкой ремиссии. Это воздействие теми же виновными аллергенами на организм. Это называется еще аллерговакцинация. Мы, начиная вводить из маленьких доз, организм тренируем контактировать летом или кругогодично с пылью, с домашними животными в любой период года. Проще говоря, как спортсменов мы тренируем, чтобы человек не реагировал на вот эту аллергенную нагрузку. Это самая вот патогенетически обоснованная терапия в аллергологии. В мире располагают сейчас аллерговакцинами, которые кругогодично вводятся, но все-таки мы стараемся проводить в зимний период, потому что у нас климат жестче все-таки. Очень сухой климат, поэтому боимся летом больших обострений после первого курса. После первого курса, если мы видим, что пациент хорошо отвечает на данную терапию, тогда мы можем перевести со следующего года на круглогодичный. В течение месяца 4 укола человек получает раз в неделю, и потом переводим на уколы раз в месяц. И эти инъекции раз в месяц могут продолжаться в течение 2-3 зим. Дорогостоящая терапия. Есть, конечно, больше детей лечат 5 лет, родители для себя всегда жалеют. И мне очень нравится лечить детей, потому что они не заморочены, у них нет коморбинных сопутствующих заболеваний, они очень хорошо отвечают. Чтобы успешно лечить аллергию, требуется детальная диагностика. На какой раздражитель организм дает аллергическую реакцию? Вообще, при появлении первых симптомов специалисты советуют не ждать, что все пройдет само. Если дискомфорт сохраняется более недели, следует обязательно обратиться к врачу. Универсальных анализов на аллерген не существует, поэтому сначала врач проведет осмотр пациента, задаст ряд вопросов о питании, образе жизни. Так он сможет выявить наиболее вероятных кандидатов. После для выявления раздражителя посоветуют сделать анализ крови на так называемый иммуноглобулин Е. Он позволяет выявить специфические антитела, вызывающие аллергическую реакцию или провести кожные пробы. Они бывают различных видов, капельные, аппликационные, скорификационные, пик и патч-тесты и внутрикожные. Ноу-хау, наверное, 21 века – это молекулярная диагностика, когда мы можем определить главные специфические аллергены, которые отвечают за основное заболевание и перекрёстно реагирующие маленькие молекулы, которые играют второстепенную роль, либо отвечают за пищевую аллергию перекрёстную. Для нас актуален это Айзек-тест, где одномоментно смотрится 110 аллергенов. Лечение нужно начинать, не дожидаясь выяснения причины, и параллельно с этим проводить дополнительную диагностику. Тяжёлые и средне-тяжёлые формы аллергических заболеваний сегодня, кстати, в Казахстане лечат биологическими препаратами. Этот вид терапии позволяет справиться с трудной бронхиальной астмой, хронической крапивницей и атопическим дерматитом, которые плохо поддаются лечению традиционными препаратами. Биологически активная терапия, которая действует по принципу мишеней. То есть идёт назначение препаратов конкретному типу клеток, которые в данной конкретной ситуации являются наиболее значимыми. Это эффекторные клетки, которые запускают каскад аллергических процессов. Это таргетная терапия, это та самая терапия, которая учитывает индивидуальные особенности человека, и она высокоэффективна, потому что практически даёт команду организму не давать такой бурной реакции, как симптомы астмы, насморка, кожных проявлений и других. И во всём мире, конечно, эта терапия на сегодня набирает обороты. Мы тоже, к счастью, имеем возможность использовать и эту терапию у наших пациентов. Ещё, конечно, не в том объёме, как хотелось бы. Это происходит из-за высокой их стоимости. Государство не по карману обеспечит всех, но тем, кто остро нуждается, стараются помочь. Назначение делает специальная комиссия, куда входят различные узкие специалисты. Назначают таргетные препараты детям. Эти препараты назначаются с 12 лет. Антигистаминные препараты – это как бы первая помощь аллергии. Они тоже не назначаются. С рождения назначаются только два препарата. Это диметидин молиат. Он назначается с периода новорожденности, с месяца. А остальные препараты с 4 лет, с 6 лет. В то же время, в то же время, у детей более благоприятно. У них меньше хронизации. У них можно добиться полного излечения. Страдающих от аллергии людей в мире становится всё больше. Так что фармацевтические компании и государства из года в год увеличивают бюджеты на её исследования. И это даёт аллергикам серьёзную надежду. В итоге медицина подойдёт к ситуации, когда будет генмодифицирующая терапия. А уже известно, какой ген действует? Да, конечно. Есть уже выявленные гены, мутации, где вследствие того, что человек получил наследство, такую генетическую особенность, у него высокая вероятность иметь тяжёлые аллергические проявления. Конечно, мы в ближайшем будущем, я думаю, когда по генетическому исследованию можно будет выявить те самые препараты, которые подойдут конкретному человеку. Вообще в мире приветствуется мультидисциплинарный подход, чтобы не только мы аллергию лечили, параллельно эндокринологи лечат свои болезни, кардиологи свои. Тем самым мы стараемся тоже добиться длительной ремиссии. К сожалению, в практике мы встречаемся с пациентами, у кого средняя тяжесть или тяжёлое течение, потому что пациенты с лёгким течением лечатся у фармакологов в аптечной сети. Сами же рекомендуют то, что у них не уходят, и стараются сплавить свои препараты в аптеке. Так, интересно. Ну вот важный совет. Не покупайте без контроля препараты против аллергии, потому что только врач сможет грамотно оценить состояние вашего организма и назначить именно ту таблетку, которая даст минимум побочных эффектов, ведь препараты даже нового поколения без них не обходятся. А ещё специалисты советуют избегать методов нетрадиционной медицины, которыми люди очень увлекаются. Лечат до сих пор целителей, когда целитель обещает человеку, что вот моё лечение – это избавление от симптомов навсегда. Есть те, которые хотя бы не навредят, а ведь есть те, которые усугубляют ситуацию, лечат травами, а у человека тяжёлая сенсибилизация, и он входит в тяжёлое обострение. Следующий момент – это запрет на приём препаратов. То есть есть целители, которые говорят, выкиньте все препараты. И у нас были такие пациенты. У нас были ситуации, когда человек возвращался в реанимацию. Ситуация ещё, наверное, такая, что когда есть какой-то вакуум информационный, он обязательно чем-то заполнится. И если пациент не получил всей информации от врача, он будет пытаться улучшить своё самочувствие и пойдёт к тем, кто ему убедительно обещает исцеление. В этом плане целители более убедительны, чем врачи. Особенно, когда врач сам недостаточно компетентен. Вот Галина Коваль, страдающая 19 лет тяжёлой формой астмы, рассказывает, что с такой ситуацией встречается часто. Вы когда обращаетесь к врачам, они настолько некомпетентны, это убивает, это убивает. И приходится искать врачей, которые на анализы посмотрят, возьмут эти анализы. Что врач прописывает, тоже контролировать всё надо постоянно, потому что не все препараты, да, которые люди давно астмой болеют, они уже знают, что вот у меня анафилоксия, у меня на этот препарат, а на этот я хорошо переношу. И чтобы врач услышал это, понимаете, зачастую врачи не слышат. Принимаете, все принимают, и вам пойдёт. Да, 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 да. И всё это потом переходит в более тяжёлую степень. К сожалению, проблема кадров существует в нашей сфере. И мы эту проблему решаем. У нас существует и Казахский национальный медицинский университет в Алматы. Мы являемся. У нас считается одна из лучших баз по резидентурии, по аллергологии, монологии. Поэтому мы приглашаем всех молодых врачей, законивших наши стены, получить одно из лучших образований. Платят сейчас хорошо, молодые врачи сразу бы спросили, наверное. Наверное, я не смогу ответить на этот вопрос. Это уже, наверное, к управлению здравоохранения. Но я думаю, что, да, конечно, хотелось бы больше, но я не могу сказать, что и немало. Аллергология – это стремительно развивающаяся наука, очень интересная наука. Она тесно связана с иммунологией, значит, с генетикой и с другими специальностями. И поэтому, конечно, я призываю, вот, может быть, через вас, чтобы шли в аллергологию, потому что население у нас в Казахстане растет, врачей мало. Это жизнь, к сожалению, жизнь они находят там, где больше зарплата. Значит, идут в частные структуры, еще не созрев хорошими врачами. Я не против частных структур, но в частных структурах оседают не самые лучшие врачи. Количество врачей, аллергологов просто необходимо стране. И вот задача нашего Министерства здравоохранения – выделять нам гранты для воспитания молодого поколения. Это наша работа.